Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Ведущая в студии Ирина Чекунова. Дорогие друзья, с начала года на дорогах Тверской области произошло около 100 ДТП по вине молодых водителей. Выросло не только число аварий по вине тех, кто управляет машиной не более двух лет, но и тяжесть последствий. Где и как учат на вождение? Как проверяется качество обучения в автошколах? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. У меня в гостях заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Денис Александрович Михайлов. Денис, добрый день. Здравствуйте. Давайте еще раз дадим определение, кто же такие молодые водители, как они обозначают себя на дорогах, как узнать, что за рулем человек, который еще не имеет стажа. К молодым водителям относится категория граждан, которые получили водительское удостоверение, и стаж управления у них не превышает двух лет. Обозначаются они согласно правилам дорожного движения. Эта обязанность включена правилами восклицательным знаком. Клеится он на заднее стекло. Желтый восклицательный знак, я думаю, все видели. То есть это обязанность молодого водителя. То есть если ты видишь, что впереди тебя идет машина с восклицательным знаком, будь осторожен. Можно всякое вожидать. Можно так сказать, да. Бывает еще, я видела на стеклах прикреплять такие силуэты чайника, типа чайник за рулем. Ну, это ничем не регламентировано в правилах дорожного движения. Это уже кто хочет, тот и повесит. Но восклицательный знак должен быть обязательно. Обязательно, да. Стаж – это, конечно же, большое дело. Но бывает, что человеку не дано управлять машиной. Сколько бы лет он не управлял? Он, может, 5 лет, 10 лет за рулем? Хотя к этому времени он должен понять, что что-то не то. Есть такие люди, которым лучше не садиться за руль? Конечно, есть такие люди, которым лучше не садиться за руль. Но, как сказать, данная категория граждан приходит в МРЭО сдавать на водительское удостоверение, на право получать право управления транспортным средством. И в основном данные люди отсеиваются на этапе сдачи экзамена. То есть они ходят, одна попытка, вторая, третья, четвёртая, они понимают, что у них ничего не выходит, и они просто сами бросают эту затею и перестают ходить. Не выходит именно потому, что они не потому, что что-то недоучивают, а именно потому, что вот так устроен человек. Да, потому что не получается. Всё-таки вождение – это… к этому надо иметь предрасположенность. Клонность, да? Да. Давайте немного поговорим о том, как в нашем регионе организована подготовка молодых водителей. Для того, чтобы получить право на управление, прежде всего необходимо отучиться в специализированной организации, так называемой автошколы. Их на территории Тверской области сейчас на данный момент порядка 76. 76 – это довольно-таки много. Да, довольно-таки много, но это вся Тверская область. То есть на территории Твери более 20 автошкол. И для получения права управления в первую очередь необходимо выбрать автошколу, любую для себя удобную, которая, может быть, поближе находится к месту жительства, либо к месту работы, и пройти соответствующее обучение. Обучение долго длится сейчас? Обучение – это зависит от автошколы. То есть утверждёнными программами обучения предписано 56 часов теории, то есть они должны преподать, и 134 часа практики. Вот как они это сделают? Есть крупные автошколы, которые это делают очень быстро. То есть у них много классов, много преподавателей. То есть они 56 часов дают очень быстро. И то же самое – 134 часа вождения. Ну здесь же важно качество, да? Это вопрос, как можно и за 2 часа, да? Но что сядет в голове у человека? Да, да, да. Поэтому здесь всё зависит от автошколы. Каким-то образом проверяется качество обучения, и кто это в силах делать? Это Министерство образования или к кому относятся автошколы? Качество обучения проверяется, да. Мы, прежде всего, госавтоинспекция, потому что мы выдаём им заключение, о соответствии материальной базы автошколы требованием установленным. То есть мы выезжаем в автошколы, смотрим учебно-материальную базу, смотрим транспортные средства, соответствуют они установленным требованиям, не соответствуют, классы, имеются ли наглядные пособия какие-либо. И по результатам мы выдаём им заключение на то, что им разрешено вести образовательную деятельность. Не вести образовательную деятельность, а обучать людей. Обучать, да. Тоже какие-то претензии к машинам бывают, да, на которых учатся люди, да? Это должны быть иномарки или отечественное производство, или какие? Какое автотранспортное? Нет, это должны быть транспортные средства, соответствующие установленным требованиям, а именно учебные транспортные средства. Должны быть установлены двойное управление обязательно. Это у инструктора. То есть справа там стоят дополнительные педали. Также обязательно установлены дополнительные зеркала, чтобы инструктор со своего места мог контролировать дорожную обстановку. И оно обозначено обязательно знаками учебное транспортное средство. Это, может быть, видели буква У. У. Треугольник, да. Либо на крыше, либо спереди на стекле, и сзади на стекле. Это тоже водители, которые увидят такие машины, должны быть осторожны. Да. Ученик за рулем. Да, да, это ученик за рулем, значит, да. А как проверяется квалификация самого преподавателя, который ведет вождение, да, что это за человек? Не употребляет ли он алкоголь, и умеет ли он сам водить машину достаточно, чтобы учить? Данный преподаватель, он проходит повышение квалификации. У нас есть специальные образовательные учреждения, которые готовят вот именно инструкторов вождения. Он получает специальное свидетельство, по которому он может вести образовательную деятельность, то есть вести вождение. И это свидетельство он должен через какой-то промежуток времени подтверждать, да? Как доктор, да, он подтверждает свою категорию, так и водитель должен подтверждать, что он имеет право на сегодняшний день учить людей, да? Да, совершенно верно. И при управлении транспортным средством, то есть когда он находится в транспортном средстве в качестве инструктора, это свидетельство должно быть у него при себе, чтобы если инспектор остановит, он мог проверить. Это действительно человек имеет право. То есть вы останавливаете и проверяете такие машины? Совершенно верно. У нас на территории области регулярно даже проходит мероприятие, называется учебный автомобиль, где мы нацеливаем инспекторов именно на остановку данной категории транспортных средств и их проверку. То есть соответствие транспортных средств, инструктора, чтобы все документы имели, документы обучающего, документы обучаемого. Полностью проверка транспортного средства. Ваш совет, Денис Александрович, молодым будущим водителям, человек хочет получить права, на что в первую очередь обратить внимание, выбирая автошколу? Чтобы было удобно, да, чтобы было недалеко от места жительства работы, или как проверить, достаточно ли, ну, или вот вы говорите, вы постоянно проверяете, да, качество самого обучения? Во-первых, да, что необходимо выбирать себе автошколу, да, чтобы себе было удобно поближе к работе, поближе к месту жительства. А также хотелось бы отметить, что все автошколы, которые имеют заключение, они выложены на сайте госавтоинспекции. То есть в разделе подразделения, если мы выберем подразделение, допустим, МРЭО города Твери, в онлайн-сервисах сайта госавтоинспекции будет вкладка «Автошколы». И там расположены все автошколы Тверской области, имеющие заключение. Точно так же там можно посмотреть, какая автошкола на какую категорию может учить. То есть некоторые автошколы учат только на «Б», у некоторых широкий спектр категорий. Вот там это все можно посмотреть. И действующее заключение, либо недействующее. То есть не стоит идти в ту автошколу, где заключение закончилось. Вот это вот очень важный момент, потому что многие школы, у которых закончилась лицензия, и они все равно ведут набор граждан, а они, по сути дела, не имеют права это делать. Вот это очень важный совет. Уважаемые друзья, прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Денис Михайлов. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Тема дня» с вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Денис Михайлов. Сегодня говорим о молодых водителях. Проблемные молодые водители у нас, к сожалению, на территории региона. С их участием по их вине на территории Верхней Волжья с начала года произошло уже около ста дорожно-транспортных происшествий. И выросло не только число аварий по вине тех, кто управляет машиной не более двух лет, но и тяжесть последствий. Перед перерывом на рекламу мы говорили о качестве обучения в тверских автошколах. Денис, скажите, пожалуйста, а кто больше вот сейчас по статистике обучается на вождении? У каких молодых водителей больше, говорим уж так по гендерному признаку, мужчин или женщин? Я бы не сказал, что вот как многие говорят, что женщин сейчас больше стало. Приблизительно, если проанализировать одинаково, что мужчин, что женщин обучаются и сдают на водительское удостоверение. Просто есть какие-либо специализированные организации, вот, например, если взять ДСААФ, там в основном мужчины, молодые люди учатся. Да, потому что организация связана с армией. Да, она связана с армией, то, что там девушки очень мало учатся, а в других организациях приблизительно поровну. Как по качеству экзаменов, которые вы принимаете, мужчины и женщины сдают равноценно? Некоторые говорят, что, ну, не женское это дело, что мужчина как-то более приспособлен для вождения природой. Знаете, сейчас я это, ну, скажу так, что иногда даже девушки лучше, чем парни, потому что они более усердны, более стараются. Вот сейчас вот так как-то. Но здесь очень важно именно вот это усердие, пока ты учишься, да? Потому что у меня есть один знакомый, который получил 6 лет или около того права на автомобиль, сейчас хочет получать права на мотоцикл, и не получается у человека. Может быть, я думаю, какие-то изменения в правилах, изменения в билетах, в обучении произошло, всё осталось так же? Определённые изменения в правилах дорожного движения произошли, но они, ну, не кардинальные. То есть, по сути дела, правила дорожного движения остались те же самые. Если знакомый не может сдать на мотоцикл, может быть... Теория. Теория. Тогда просто надо сесть и подготовиться, соответствующее, и всё. Просто исключить все внешние раздражители, да? Сосредоточиться на конкретном материале и выучить это всё можно. Совершенно верно. И нужно, чтобы это на долгие годы ведь оставалось в голове. Да, потому что это ваша же безопасность. Итак, автошколы. Автошколы учат. Автошколы – это теория и это практика. Экзамены принимаются в ГИБДД? Да, совершенно верно. Экзамены принимаются в госавтоинспекции. Какие документы нужны, чтобы пройти, прийти и сдать экзамены? Это МРЭО, да? Да, да, да. Прежде всего, окончить автошколу. Это самое важное – окончить автошколу. И в основном, если окончили автошколу, то автошкола сама подаёт списки групп. Вот группа оканчивает. Она подаёт этот список в подразделение за месяц до окончания обучения. И уже в составе группы принимается экзамен. Вот. Для этого и автошкола сама готовит документы. Но если вы сами по какой-либо причине не смогли в группу попасть, вы можете сами подать документы, точно так же, либо записавшись на портале госуслуг. Для этого необходимо само заявление, личный паспорт, свидетельство об окончании автошколы. Это выдаётся в автошколе. Медицинское заключение и оплатить госпошлину. И всё. Прибыть в подразделение. И в подразделение уже назначат дату и время, когда вам приходить именно на экзамен уже. Сдаётся в ГАИ и теория, и практика. Практика – это что себя включает? Это площадка, это город. Сначала теория, да? Да. В первую очередь теория. Если гражданин сдаёт теорию, то он уже допускается до сдачи экзамена на площадке. То есть проверяется сначала, что у человека в голове, насколько он закрепил полученное знание. Да, совершенно верно. А уже после площадки идёт этап сдачи экзамена в условиях реального дорожного движения. Если человек... А, давайте, вернее, такой вопрос. Многие спрашивают. А можно ли, например, прийти в ГАИ, сдавать экзамен, если ты не обучался в автошколе? Мне сразу на ум приходит такая жизненная практика. Если человек не рожал в роддоме, это не значит, что он не рожал. Да? Можно рожать и на дому. Да, и здесь можно получить какие-то навыки, причём у хорошего какого-то опытного водителя, но не в автошколе. Да, это старый стереотип. Когда-то очень давно было такое понятие, как самоподготовка. Но это очень давно, я даже не вспомню, когда это было. И можно было в порядке самоподготовки подготовиться и прийти, сдать экзамены. Сейчас данная норма отменена, причём очень давно уже. То есть всё, теперь, чтобы получить право на управление, обязательно учёба в автошколе. Другого выхода нет. То есть ты у знакомого, у родственника можешь учиться, это твоё право, да, вождению, да, чтобы легче получить какие-то тоже навыки, но это не без автошколы. Ну, я скажу, у знакомого учиться как раз-таки нельзя, потому что это административное правонарушение, как со стороны... А, он не имеет лицензии на это. Он предоставит, да, транспортное средство, нельзя не имеющего им права управления предоставлять. И со стороны самого обучающегося. Ну, я имею в виду, что говорят некоторые, вот я учился у папы, ещё ребёнком, он мне давал порулить, там, когда-то на поле в каком-то, пока ехали на дачу, или по деревне катал, умею, это чуть ли не с 10 лет. Ну, к сожалению, так нельзя. Итак, вернёмся к экзаменам. Человек с первого раза не сдал экзамен. Сколько можно раз ходить, пересдавать в случае неудачи? В случае первой неудачи, следующая пересдача назначается через 7 дней, и так 3 раза, то есть 7 дней, 7 дней, третий раз даётся, после третьего раза уже 30 суток, 30 дней. На месяц отправляют человека. Да, и так далее, 30, 30, 30, если дальше не сдаёт. И где предел? Или он может так всю жизнь ходить? Он может так сходить, но уже ограничено, то есть за месяц ему надо ещё раз подготовиться, прийти. И теорию, и практику, да, наверстать? Да, естественно, всё, он будет приниматься. Нет, но если он уже сдал, допустим, теорию, он будет приходить практику сдавать. А где-то ещё подучиться этому можно, или это уже в частном порядке, ты кого-то нанимаешь как репетитора? Все же самые автошколы предоставляют, можно обратиться туда, и они дополнительные занятия предоставляют. То есть в этом проблемы нет никакой. Давайте теперь перейдём о грустном. Вот человек получает права, он получил статус молодого водителя. Мы говорим, что как только он получил права, он обязательно прикрепляет на свою машину восклицательный знак. Да. И начинает движение по своим делам. Но вот случаются аварии. Я приводила пример, приводила статистику. Около ста уже у нас, да, аварий с участием по вине молодых водителей с начала года. Давайте вы что-то более, какие-то подробные цифры назовите нам. Да, с начала года по вине молодых водителей произошло 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибло и 146 человек получили ранения. Хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом незначительно, но возросло количество ДТП по вине молодых водителей. А с чем это связано, Денис Александрович? Может быть, или это опять тот же самый человеческий фактор? Человеческий фактор, ну и в качестве подготовки, может быть, связано. Человек, может быть, когда вот мы говорим все-таки об опыте за рулем, все-таки может растеряться на дороге, да? Вот почему важен этот опыт? Что он первые дни, первые недели садится за руль, ситуации разные, и он просто еще в голове-то есть, да, а навыков нет, и не знает, что делать. Да, совершенно верно. Скажите, есть какая-то статистика по группе риска? В основном молодые водители – это не обязательно люди молодого возраста, да? Какие группы возрастные самые аварийно опасные? Да, совершенно верно. Молодой водитель – это не обязательно, что он молодой. Ему может быть и 60 лет. Да, ему может быть и 60 лет. Согласно анализа, наиболее группой риска является водитель с 18 до 23 лет. Самые молодые? Самые молодые, потом уже с 24 до 30, и свыше 30 уже более осознанные водители, которые молодые, так называемые, уже происходит меньше ДТП по их вине. Это уже, наверное, не только опыт вождения, но жизненный опыт играет? Жизненный опыт, да, уже играет. А дни недели, в какие чаще всего дни на неделе, возможно, месяцы, период года влияют на аварийность? Дни недели, естественно, это выходные дни, праздничные дни. В пятницу, суббота, в воскресенье уже поменьше. Ну и праздничные дни возрастает количество ДТП. Это человек, когда расслабился, это не значит, что он употреблял алкоголь? Не значит, что это употреблял алкоголь, просто многие начинают выезд на природу, либо просто куда-нибудь съездить, покататься. То есть в рабочие дни обычно работаешь, транспортное средство стоит, а в выходные хочется попробовать. Вот, Денис Александрович, вы сказали на природу, да, наверняка многие считают, ну, я выехал за город, теперь на природе, в поле, мне можно делать, что хочешь, да, и часто происходят аварии, часто машины попадают в кювет. Кстати, вот по причинам, по которым происходит ДТП, что здесь на первом, на втором месте? По причинам, вот у молодых водителей самая такая серьезная причина – это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, то есть маневрирование. Маневрирование, также выезд на полосу встречного движения, тоже к этому относится, и несоблюдение очередности проезда. То есть молодые водители еще не могут оценить дорожные условия правильно, и, начиная маневрировать, ну, не могут определить скорость других транспортных средств, габариты, может быть, транспортного средства, как оно должно быть расположено, вот, и это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Может быть, пока ты являешься молодым водителем, пока у тебя вот на машине расположен этот восклицательный знак, лучше не делать никаких вот таких вот телодвижений автомобилем, идти в потоки или что-то, избегать таких ситуаций? – Совершенно верно. Когда еще недостаточно опыта, лучше безопасить себя и не совершать никаких резких движений, несколько раз подумать при перестроении, при выезде со второстепенной дороги на главную. То есть быть в 10 раз внимательней при движении, при управлении транспортным средством. – Кстати, есть какая-то статистика, Денис Александрович, относительно так называемых дней жестянщика, когда смена сезонов, вот мы сейчас как раз находимся в этом периоде межсезонья, выпадает снег, на дороге скользко, и таких аварий становится больше. Ну, здесь, наверное, больше аварий не только с молодыми водителями. – Да, эта статистика даже не относится к молодым водителям, она относится ко всем водителям. Потому что за летний период мы привыкли, что у нас транспортное средство ведет себя на твердом покрытии определенно. К гололеду мы никто не готовы. Просто надо быть внимательным и готовиться к изменению погодных условий. – Подготавливать свою машину в том числе? – В том числе, да, менять резину. Да, совершенно верно. – Какая ответственность предусмотрена за вождение без прав, без водительского удостоверения? Что мы можем сказать об этом? – Без водительского удостоверения предусмотрено статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Это управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления. Предусмотрено наказание от 5 до 15 тысяч рублей. – Штрафа. – Штрафа, да. Также предусмотрено наказание собственнику транспортного средства, который передал транспортное средство, ну, не молодому, а водителю, не имеющему права управления. – Может, родственник, да? – Да. И на данного гражданина штраф стоит 30 тысяч рублей. – Это я к тому, что человек прошёл обучение в автошколе, он считает, что он уже всё знает, всё умеет, ну, не сдал права, подумаешь, ну, я же учился. Вот те положенные часы, о которых вы сказали, да? – Да, если не сдал права на управление, то он не имеет права управлять транспортным средством в условиях дорожного движения. – Кстати, вот на ваш взгляд, на ваш жизненный опыт, что молодым водителям даётся сложнее – теория или практика, когда они сдают экзамен? – Ну, сейчас сложнее теория, конечно, потому что практика сейчас очень легко получить, даже дома доступно в интернет-ресурсах, все билеты можно прорешать, все экзамены можно дома подготовиться в полном объёме. – А вот по практике там посложнее будет. – Вопрос такой вот чисто меня касается, потому что я понимаю, что мне необходимо уже научиться вождению, но я ещё не умею, потому что я постоянно выезжаю, уже более 20 лет, я выезжаю на последствия, я вижу, что происходит во время дорожно-транспортных происшествий, и просто страшно в голове. Есть шанс у меня побороть этот страх? И стоит ли вообще садиться за руль вот с такой кашей в голове? Про деформацию? – Конечно, это ваше решение. Стоит, не стоит. Вы как сами себя чувствуете, должны принимать решение. – Но попробовать можно, да? – Если вы считаете, что не стоит, и это не ваше, то, я думаю, лучше так и поступить, да. – Давайте теперь об ещё более грустном. Это последствия вот таких вот ДТП. Одно из них за последние дни, какой можете привести пример? – Ну вот за последний месяц пару примеров приведу. Это 1 октября 2020 года на территории Конаковского района произошло ДТП, где молодой водитель 5 часов утра в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в котором сам молодой водитель погиб, и 15 человек получили ранение. – Это ещё за собой потащил, да? Мало того, что молодой, ещё плюс алкоголь. – Да, плюс алкоголь. В 5 утра. – Тут всё сразу наслоилось. – Да, да, да. Также далее Торопецкий район. Тоже девушка, молодой водитель. При выезде со второстепенной дороги совершает столкновение с транспортным средством, движущимся по главной дороге. В результате чего страдает её же ребёнок, который находился транспортным средством, ну, не пристёгнут, и находился не в удерживающем устройстве. – Опять же, таким наслоением нарушений. – То есть, да, молодой водитель, невнимательность, и ещё и ребёнок, свой же ребёнок без удерживающего устройства и пострадал. – Давайте мы сейчас, да, вот на примере вот этих вот дорожно-транспортных происшествий, на примере этих нарушений дадим совет молодым водителям, чего ни в коем случае нельзя делать, что можно, и ваш совет вообще, как уберечь себя и своих близких. – В первую очередь хотелось бы посоветовать учиться на чужих ошибках, не на своих. Этих примеров предостаточно, если я сейчас открыть интернет, каждый день ДТП, к сожалению, и не надо совершать эти ошибки. А для молодых водителей в первую очередь дам несколько советов. – Это первое. Исключить вождение в ночное время. Всё-таки ночью ограничена видимость и в три раза выше вероятность столкновений. Поэтому желательно это исключить. Также желательно ограничить количество пассажиров в транспортном средстве, потому что всё равно, когда пассажиры, они могут отвлекать от дорожного движения, лучше этого избегать. Соблюдать скоростной режим обязательно, потому что недостаточность опыта, большая скорость, и вот эта недостаточность опыта неизвестна, как. Ну, молодой водитель не знает, как поведёт транспортное средство при большой скорости. – Не знает, машина ещё знает. – Да, да, да. Поэтому это обязательно надо избегать. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Чтобы это вошло в привычку. Сначала транспортное средство пристегнулся. Если ребёнок, обязательно удерживающий устройство пристегнуть. – Вот то, что на примере приведённой вами аварии. – Это ваша личная безопасность. Также, ну, в обязательном порядке исключить алкоголь. Если молодые водители, плюс ещё алкоголь, неопытность – это приводит, вот как я говорил, к очень трагическим последствиям. Соблюдать рядность движения. Не надо маневрировать, как некоторые молодые водители считают, что я получил право на управление, и начинают вот эту вот игру в шашки. Не надо. Лучше ехать в своём ряду, не совершать никаких резких манёвров, не провоцировать вот эти вот дорожные ситуации. А также, ну, самое главное, что я считаю, быть вежливым на дороге, прежде всего, к себе и, соответственно, к другим участникам дорожного движения. И тогда у вас всё получится, наберётесь опыта, станете опытным водителем. Я надеюсь, что ваши советы, Денис Александрович, пригодятся молодым водителям, потому что всё по существу, и каждый из этих советов написан буквально кровью на дорогах. К сожалению. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Михайлов. Это была программа «Тема дня». С вами была Ирина Чекунова. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.